До 5 апреля мы должны полностью понять всю ситуацию. И мое действие было введено только тремя случаями. Почему? Первое, прибывшие граждане, и мы понимаем, что они разъезжаются, и весь этот общественный, они должны приехать в другую область. В область дисциплины санитарно-эпидемиологического состояния. И они должны эту дисциплину уже принять. Это первое. Второе, мы должны дать понять тех, кто нарушает карантинные мероприятия, их более 8 тысяч человек, что это делать нельзя. Если есть какая-то возможность, позвони на телефон горячей линии, сорганизуются, привезут тебе все продукты, у нас все это в электронном виде оплачивается, да и все, тут вообще вопросов нет. Ну и третье направление, мы понимаем, что много использует этот вопрос, в том числе и в политических моментах. Никто не должен подвергнуться сомнению о том, что власть не заинтересована в стабильности. Ну, если резюмировать и подвести итог, то мы договорились о том, что частные медицинские организации города будут оказывать всестороннюю поддержку Министерства здравоохранения и Роспотребнадзоров для того, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Это в целом, в общем, все очень лояльно и с большой готовностью отнеслись к тому, что должны проявить определенное участие. Это может заключаться в предоставлении своих кадровых ресурсов и ресурсов по медицинскому оборудованию. Ни одна лаборатория, ни одна частная медицинская организация города Иркутска не выполняет исследований на коммерческой основе на коронавирус. Это решение Министерства здравоохранения. Все исследования выполняются для пациентов бесплатно. Для этого нужно просто обратиться к прикрепленному лечебному учреждению по месту жительства, и в дальнейшем все произойдет автоматически. Выполняются исследования лицам, у которых есть симптоматика какая-то, либо контактным людям. Но в массу это исследование пока что не введено. Поэтому мы не выполняем этих исследований, сделали оповещение соответствующее. Если будут другие распоряжения, безусловно, встанем на рельсы постоянного производства и будем делать. Сейчас мы полностью не являясь, по сути дела, не входя в подчинение Министерства здравоохранения, как все частные организации медицинские, тем не менее мы совершенно готовы к сотрудничеству. К плотному и к полному. Продолжение следует... Продолжение следует...